В округе прошла рабочая встреча сотрудников администрации и дирекции дорожного строительства Московской области с жителями деревни Токарёва. Обсуждали вопрос, который волнует многих люберчан – строительство путепровода через Новоризанское шоссе. Три года назад в Люберцах приступили к реконструкции федеральной трассы М5 «Урал». Чтобы расширить проезжую часть до восьми полос, строители демонтировали мост через Новоризанское шоссе, который попадал в зону расширения дороги. Вопрос транспортной загруженности на данном участке остро не стоял. Замеры интенсивности движения показывали, что существующая уличная дорожная сеть, как муниципальная, региональная и федеральная, в принципе, с потоком должны справиться. Соответственно, решение о строительстве данного путепровода на тот момент не принималось, поэтому был реализован только первый этап. Но время не стоит на месте. Рядом появляются новые жилые микрорайоны. И вопрос транспортной доступности сейчас особенно актуален. Очень большой поток машин, очень большой поток людей, скорые, пожарные, полиция, даже охрана домов, которые работают у нас на территории деревни, они сейчас отрезаны. То есть люди, которые доезжали за пять минут по вызову сейчас, ну вы сами сегодня ехали сюда, знаете, как вот это выглядит. Дорога от Новоризанского шоссе до деревни Токарёва в час пика занимает не менее сорока минут. Жителям пообещали, путепровод через трассу М5 Урал будет построен. Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы. Начало строительства запланировано на 2027 год. Однако жители просят начать его как можно раньше. Вопрос внесения изменений в государственную программу рассмотрят в ближайшее время. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.